А почему сорока? На сороке похоже. Как только осужденная Шипуновской колонии Елена Тихомирова заходит в коровник, сорока начинает ластиться. Елена гладит буренку в ответ, общается с ней и, конечно, кормит любимицу. Пару месяцев назад женщина принимала у своей подопечной роды. Сорока отелилась двойняшками, что в принципе большая редкость. Двойня случается лишь в 4% отела. Преждевременно мы сначала с загона ее загнали сюда. Постелили соломки. И первые ножки показались. Первый был телочка, а маленько погодя, вот какое-то время прошло, бычок родился. Дочь, я хочу фотографировать тебя, такую красивую девочку. Близнецы сороки, синичка и снегирь. Им два месяца от роду, а к ним уже прикованы глаза телекамер. За малышами ухаживает другая, осужденная Елена Харина. Весь мой день состоит в том, что я занимаюсь телятами. Кормлю, пою их, чищу у них, смотрю за их состоянием здоровья. Ну, любые мелочи. Телята должны быть сыты, накормлены, чистенькие, веселенькие. Самое главное. Я вообще от сельского хозяйства очень-очень-очень далека. Ну, как-то вот здесь сложилась так, приехала вообще на другое, а попала на телят и больше не смогла уйти. Хозяйство в Щипановской колонии большое. Свыше 300 голов крупнорогатого скота. 120 из них приносят молоко. Его отправляют на молокозавод для обработки. Мы обеспечиваем колонии Алтайского края молоком. Также мы делаем масло сливочное, реализуем через сеть магазинов для осужденных тоже. Ну и на сторону продаем. Заключен контракт у нас с Чемальским домом-интернатом. И они у нас тоже приобретают масло сливочное. Подсобное хозяйство при уголовной исполнительной системе в Шипуново существует уже более 10 лет. За скотом ухаживает 10 осужденных женщин. У всех профильное образование, а животноводы получают зарплату. Но кроме материального вознаграждения есть место и моральному. Елена Тихомирова признается, что во время работы ее душа отдыхает. Женщина отвлекается от тоскливых мыслей по дому и того преступления, которое изменило ее жизнь. Работа помогает, отвлечься? Да, как-то забывается. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.